Добра, мира и гармонии, дамы и сердца наши. Всю свою жизнь я думала, что я рождена для огромного служения, которое всё никак не появлялось. А сегодня я поняла, что я рождена для маленьких добрых дел, улыбнуться встречному, сказать комплимент кассиру в магазине, накормить вкусно домашних и просто творить. Сегодня я вам прочитаю рассказ «Простой жест». Написал его Джон Шлаттер. Однажды Марк, возвращаясь домой из школы, заметил, что мальчик, который шёл впереди, оступился и упал, уронив все книги, которые он нёс в руках, вместе с двумя свитерами, бейсбольной битой, перчаткой и маленьким магнитофоном. Марк тут же опустился на колени и помог мальчику собрать разбросанные предметы. А поскольку они направлялись в одну сторону, предложил ему поднести часть вещей. Пока они шли вместе, Марк узнал, что этого мальчика зовут Билл, что он любит видеоигры, бейсбол и историю, а также о том, что с другими предметами он не в ладах и недавно поссорился со своей подружкой. Сначала они подошли к дому Билла, и тот предложил Марку зайти к нему, чтобы выпить чаю и посмотреть телевизор. Так за непринуждённой весёлой беседой приятно пролетел день, после чего Марк вернулся домой. Они продолжали встречаться во дворе школы, пару раз завтракали вместе в столовой и в один год окончили младшую и среднюю школу и перешли в старшую. Виделись друг с другом от случая к случаю в течение ряда лет. Наконец настал долгожданный выпускной год, и недели за три до окончания учёбы Билл попросил приятеля побеседовать с ним с глазу на глаз. Он напомнил Марку о дне их знакомства. Ты никогда не задавался вопросом, зачем мне понадобилось нести с собой столько вещей, и начал Билл. Видишь ли, я забрал всё из моего шкафчика в школьной раздевалке, потому что не хотел, чтобы кому-нибудь пришлось разгребать за меня мой хлам. Я стащил у матери снотворные таблетки и собирался, вернувшись домой, покончить с собой. Но после того, как мы провели время вместе, беседуя и смеясь, понял, что если бы я убил себя, то лишился бы этих приятных минут и многого другого, что может за этим последовать. Так что, Марк, в тот день, когда ты подобрал мои книги, ты сделал мне что большее, чем просто помог. Ты спас мне жизнь. Мартин Лютер Кинг сказал, «Каждый может быть великим, поскольку каждый может служить людям. Чтобы служить людям, не надо иметь учёную степень, не надо уметь согласовывать подлежащее и сказуемое. Чтобы служить людям, нужно лишь сердце, преисполненное милосердие. Нужна душа, сотворённая любовью». Благодарю, что были со мной. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok